христос посреди нас родные любимые и сердцу дорогие христолюбцы все мои братцы и сестры во христе всем желаю радости и весели в господи всем слушающим этот ролик кто может быть случайно попал подписчикам моего канала всем желаю пребывать в святости что значит это пребывать святости значит пребывать в любви друг к другу к людям нас окружающих и к любящим нас и к неблагодарным к посторонним нам людям и даже к нашим врагам и и и проявлять эти дела дела эту любовь нужно делами добрыми словами добрыми делами пребывать святости значит пребывать в радости жизни это значит пребывать в мире с богом святостью собственной собственного сердца чистотой тела и по возможности миром со всеми но только по возможности да если будет получаться всем желаю долготерпения во всех трудностях и всех скорбях жизни всем желаю кротости пребывать в кротости они в тщеславии в смирении они превозношение над ближним в общем возрастать и возрасти в совершенный христов возраст я всем этого от моего чистого сердца желаю так что-то метод с настройками никак кто впервые попал на этот ролик случайно меня зовут еще раз представлюсь кузнецов дмитрий в интернете я известен под названием как хотите под прозвищем христолюб кем кем и хочу быть христолюб тот кто из любви к иисусу любит всех делом словом пожеланием если ты мой дорогой друг подписчик случайный зритель не смотрел еще предыдущему ролики это пятый ролик ой это шестой ролик до который я решил послесловием таким записать но еще дополнить да посмотри предыдущие 5 на моем канале христолюб в плейлисте о себе у меня есть там все это есть там будет пять роликов которыми я решил освежить этот плейлист записать все так немножко последовательно как получалось рассказать о себе и своей жизни до покаяния покаяние мою жизнь после покаяния мое возрастание во христе совершеннолетие и уже зрелой жизни еще раз я хочу немножко поговорить с вами кое-что открыть вам еще еще больше открыть мое сердце тут то откровение я надеюсь вы уже посмотрели я даже не знаю я может быть его поставлю между этими роликами вот она называется мое свидетельство там 46 это была прямая трансляция и я рассказывал о том переживание о том посещении меня господом я хотел тогда я сделал выводы какие мог сделать на тот момент и вот по истечении года прошел год опять забыл посмотреть когда же дата то было ну вот сейчас я пишу эти ролики практически год назад все это было я хотел по истечении времени вот прошел год сказать то чего не говорил в принципе и вот посещение года я могу сказать что я еще пережил что господь мне еще открыл ну первое конечно же но что я рассказывал то посещение в ортодоксальном этом храме как они называют православном был у меня потом вот здесь уже дома утверждение мое конечно же что тогда я рассказывал то было на их не праздник преображения что вот здесь это было конечно же самое яркое что потом осталось теперь я понимаю это ну я разные там говорил да но уже применимо к сегодняшнему времени к сегодняшнему дню так скажем это тоже была мысль о преображении это сразу мне господь открыл вот это вот посещение что я услышал в своем сердце какие слова господь не вложил вы помните что когда петр противился ему после этого в евангелии описан случаев это преображение господа на горе ну каким он был господь берет петра и якова и она да это символ веры надежды любви их имена по сути их послание хотя в каждом послании есть вся совокупность и суть евангельского учения да и вот это вот преображение и было как бы со мной до хотя я много раз говорил что нам кажется господь преобразилась на преобразились ученики именно они стали способны видеть господа иисус каким был таким он был всегда и таким он останется до конца до всегда это слава даже без видели его славу только люди разглядеть не могли да и вот это вот преображение конечно что-то случилось со мной и я четко услышал в своем сердце господь мне ну вы помните посмотрите тот ролик я не хочу сейчас все эти уже эти чувств то нет у меня переживаний я даже тот ролик через неделю записывал сейчас я не могу рассказать это живое переживание живого бога вот который ну да явно я у не видел как человека но это было конечно это как вы не спутаете никого вот рядом с вами человек ты не скажешь что его не туда вот это было присутствие сверхъестественное кого-то ты понимаешь ну а кто это у меня не было никаких сомнений я вам рассказывал то давящая любовь пламенеющие который просто прибивала к тебе к земле вот это невероятное чувство вот который вроде бы тебе не укоряет вроде любит вроде бы обличает в то же время не укоряет это такая гремучая смесь в хорошем смысле всего блаженства да трудно правда представить как апостол павел говорил что нас ждет да это не приходило это невозможно представить это можно только переживать увидеть это в смысле она говорит рассказать это о том что он так пережил видео слышал чувствует бесполезно это может только каждый пережить и вот тогда вот я услышал четко уже помните что сказал господь с небес он есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение его слушайте все как 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 гравировка господь прямо на сердце я говорю посмотрите мои ролики я начинаю с чистого сердца и больше я никогда никого не цитирую никого никогда и не славлю кто-то может в моих речах найти мысли там из какого-нибудь предания святоотеческого так называемого там ортодоксального какой-нибудь протестантскую мысль какой-то образ какого современного проповедника да но я больше никого не хочу славить и сам потом по этому же образу я мне очень даже неприятно всегда было слышать когда говорят вот там кузнецов горит вот дима там христолюб говорит я пытался всегда и говорю вы сами познайте его вы не должны говорить вот он там говорит вы должны сами научиться давать ответ евангельский ответ ссылаться на иисуса христа слова просто да мы помогаем друг друга их понять их раскрыть сколько заблуждений уже учения да мы помогаем друг другу мы подводим к иисусу ну так и мы подводим для чего чтоб те в свою очередь писал апостол павел тоже научились подводить к иисусу и сами они подводили опять гуру к учителю а он опять вот эту бесконечную цепочку как ортодоксе придумали пока добежишь от всех святых до иисуса уже помрешь давно сразу сразу к евангелию сразу к иисусу вот и чем скорее тем лучше и вот мой опыт я говорю опыт именно показывает года достаточно чтоб человека и подвести и чтоб человек уже сам к нему прилип и ты его потом палкой не отобьешь даже если будешь захочешь завтра секту создать изменить ты уже этих ты уже этих людей для себя потерял если ты по-настоящему привел людей к иисусу прилепил их к иисусу а точнее не ты это сделал они сами прилипли придя к нему ну ты сначала помогал клеем мазал обоих вот но они сами потом прилипли к нему все ты хоть завтра все делай ты уже их никогда от него я говорю палкой не отобьешь как вот человека схватившегося за какой-то высоковольтный провод кто знает да человек уже практически нереально спасти пока он не умрет он от этого провода не отпустит кого била током я вот хватался вот так за провод руку бесполезно разжать и тебя практически оттащить у меня был печальный опыт со мной это тоже это очень неприятное чувство но там конечно все это связано с электричеством с болью а вот конечно же когда ты прилепляешься к истинному живому богу это счастье и радость вот и вот тогда уже четко господь не из этого света и затем в сердце мне начертывает на скрижали сердце моего эти слова опять то есть они уже я говорю я не по бумажкам учился никогда самого начала мне господь сказал мне не человек сказал пойти купи библию помнить как все это было возможно это были святые может уже был вообще ян крестителя вы помните сейчас через время я анализирую этот цвет от радость но возможно это был даже не бог то есть это было все по цепочке да как бы предтеча и вот это было здорово я не от человека все это принял и вот это все цитирую это каждый может пережить и каждый в бог утвердит причем почему господь мне открывался я понимаю потому что я всегда его искал всегда его еще всегда еще это чистоты святости истины как мне жить как поступать на любом этапе когда я шел к покаянию помните когда я с господом сидел я ему тысячу вопросов задавал в сердце своем когда и где ты живешь господи и как дай посмотреть каюсь потом как мне возрастать как не родиться я все время все время с господом беседовал как 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 мне жить искренне истины не как другие как мне господь конечно же открывает потом когда началось этот этап вот этот диплом какие мне семинарии как раз заметьте ну в мире обычно учится пять лет как раз прошло пять лет я пытался с этими семинариями а господь не является вот играть какие-то семинарии ты прошел свою школу ты прошел эти пять лет все вот тебе диплом вот тебя аттестат зрелости все ты выпускник и господь не горит его слушайте во первых я сам понял что надо все вообще отодвинуть все и рыда может быть в моей голове что-то осталось там какие-то я говорю я тоже много чего перечитал присмотрел но я все это употребляю помните как господь сказал что книжник кто такой книжник все знайка многознайка он и сердце своего будет выносить и старое и и новое все для блага я поэтому если я чуть помню верю там не ставят в укор ты там это но я никогда никого уже не цитирую никому славу кроме иисусу не раздаю и потому что я хочу себе уже это приписать что это я типа вот такой умный такую притчу придумали какой-то образ вот нет потому что именно я не хочу славить людей не хочу чтоб славили меня но надо не бояться когда я помню я слышал как мои братья и сестры иногда я же чувствую это по интонации в голос вот они читают писание я слышал что они как бы смущаются что они может быть молятся как я по как тоже похоже что-то говоря не надо смущаться если вы не ссылаетесь мы же все во христе мы говорим как он а мы цитируем евангелие мы должны уподобиться ему это ничего плохого нет павел писал подражайте мне как я христу в этом нет ничего плохого хорошему нужно подражать плохое нужно выкидывать все конечно же да мы будем похожи друг на друга если мы будем все похожи на иисуса это однозначно слов в мире ограниченное количество доброта любовь ты будешь употреблять эти самые же слова в молитве в общении в чтении писания в комментировании его у тебя все будет то же самое кит образы что земля поменялась или что трава перестала быть травой овцы волки перестали быть мы будем те же самые образы употреблять это нормально тут тоже смущаться конечно не надо вот но славить мы должны не друг друга конечно же иисус лично можно сказать человеку теплые добрые слова да и я вам рассказывал уже не раз в мой ролик смотрели как хвалили апостол павел там хвалил кого-то до публично нам это осталось тоже все чтобы мы знали что в церкви друг друга да и любого человека в миру ты же как ты перейдешь к иисусу любовь в чем-то проявляется ну ладно я чуть немножко уклоняюсь и вот тогда я это учу я во первых как ученик услышал опять четкий голос и все из того времени я понял только иисус все почему-то не говорю никак просто я ничего не испытывал я уже рассказал свою жизнь я все это испытал все и все этих проповедников учений ну все не все все не обходишь я слов все употребляю конечно же все равно абстрактно понимаете в меру своего всего своего желания как я говорил мне не обязательно было в мире как я говорю что я все вкусил да мне не надо было вкушать наркотики грех меня не тянуло к этому боль мне мне даже я я когда видел этих простите зябликов их так помню называли я думаю господи это какой кайф в этом вот не нужно были миллионы но что-то мне нужно было чтобы понять что деньги не делают тебя счастливым не нужно было гарем но мне нужно было много женщин определенное число да я не гнался за кем-то я жил только что нужно мне всегда был честен сам с собой я этого добивался чтобы проверить все всегда сам вот поэтому здесь я тоже говорю все все что мне нужно было я все уже узнал всех кого не надо было я пощупал почитал посмотрел глубоко исследовал или многих современных проповедников я мог уже наперед говорить его настолько его тоже много слушал все это и его словами выражался причем я говорю никогда я не буду там от плохого от хорошего от вращаться даже что-то он я теперь воспоминаю конечно внутри это я к этому человеку испытываю любовь я не хочу славить ни эти конфессии ни этих проповедников и к себе кстати то же самое применяю я не хотел бы чтобы говорили вот христолюб или там посмотрев ролики это хорошо раз уж вы сами не можете пока сказать но вы должны учиться вы должны учиться вы заметьте я учу учить не просто у чудо а учу учить чтобы вы выросли и слезли с моей шеи своего горба так делал иисус я буду следующий ролик записать уже не себе а хочу о любви к врагам третью проповедь он не накормил весь мир он не весь мир научил господь была закваска он закваска сшедшая с небес и пошло пошло поехало и мы должны так делать а не так головы рубить когда там чуть подросли эта цель цель учителя вырастить не ученика переростка а учителя я не зря сегодня об этом ролик говорю то есть да вот я это четко услышал во первых я конечно сам понял каким то должен быть учителем ты должен быть учителем обучающим евангелию иисуса христа его только слушать и сам его слушаешь и передаешь только его жизни учения это я четко все уже понял все настолько тогда все было похоже как на этой горе ты ты слава которая была в моей комнате да сам бог был все мне это говорил не важно ты никогда не поймешь ухом ты слышишь меч бог он все сотворил и ухо твое и природы все и забивать все головы тем нечем ты знаешь его бог не постижим не вместим ни в какую колбочку хотя этот бог иисус христос это раз что я услышал как ученик относительно учителя да уже четко мне господь бог дал как тогда ученикам петру дал понять что все ничего человеческого только иисус ну естественно это гора преображения вы помните она символизирует что вы помните как ученики петр в безумии говорит так скажем да в этой славе в этой радости господи хорошо нам здесь быть останемся здесь а господь сходит и идет на поругание свое это символ учителя это человек достигший получивший диплом и дальше он начинает учить по сути это круговорот понятно иисус ты идет уже на страдания но ты если выйдет и идешь как бы как будто из пустыни вышел этих кругов фибоначчи я всегда говорил очень много в евангелии это не говорит что ты тоже завтра ум ты как раз став учителем ты как раз как будто из пустыни вышел я буду записывать тоже очередной ролик мы все время забываем кому сказано не забываем я ни разу такой проповеди вообще не слышал насуется с этим рождением свыше тоже да каждый рождается свыше христианин желанием жить по евангелию но мы забываем что иису или не хотим это видеть я как не скажу большую проповедь на эту тему что сказано это было конкретно никодиму никодиму учителю израилю должно тебе родиться свыше да по евангелии от она в принципе это круг фибоначчи общее это каждый христианин должен храм этот культ разрушить должен родиться и должен как симорянкой пройти этот путь говорит поклонение в духе истины да это путь любого человека но надо не забывать когда ты становишься учителем это есть тоже как иисус он же по плоти ты жил 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 вырос 30 лет достиг пошел в пустыне и вышел и вот его жизнь она же уже была вся в поруганиях побоих там в оскорблениях унижение он уже нес свой крест как и мы все последствия ним но это уже путь учителя иисус то в 30 лет вышел вышел учить родственники все пришли его брать думаю что он сбрендил и как он сел учить если он никто кто тебе дал это право вот и по сути это конечно хоть и иисус и сказал так с никодимом и в контексте евангелия от она это правильно рождение свыше надо понять это аттестат зрелости в принципе все прекрасно им совершеннолетие это какая-то новый этап жизни одно дело ты прожил с рождения вот до совершеннолетия ты жил под козырьком родителей да ты вырастал тоже но ты жил под козырьком да это а это новая твоя жизнь как говорят жизнь самостоятельно как обычно празднует очень шикарно праздную до делал даже не в шики не в смысле внешние обстановки какой-то действительно родители бывают даже плачут что сыну дочки все 18 игорь иди теперь ты сам будешь работать обеспечивать себе ты несешь ответственность уголовную административную ты человек ты родился ты состоялся как человек то есть по сути к никодиму мы применяем два раза и каждому человеку рождение свыше первое по плоти а второе как бы по духу ты состоялся ты сформировался вот это вот хотите аттестат зрелости хотите второе рождение как хотите еще все понапридумаем потом весь на сами запутываемся во всем этом но смысл вы должны все это понять как в жизни бывает конечно же с того времени сейчас мне тычут это гордо так о себе говорить не называете там учителями депаил потом писал не то что учителями апостолом сам себя называл хотя не никем не признавался апостол никто его не руку полагал в апостолы а он во втором послании коринфянами кто понимает это сердце апостола я называю или ну хотите сердце мне нравится просто хотите откровение апостола хотите его переживания мысли второе послание коринфянами это сердце апостола павла вы если его раз такую мысль прочтете в эту видите это его и жалость самого к себе за этот путь крестный и радость все он там рассказывает и он говорит если я для них не апостол для кого-то там для вас апостол а почему меня кто-то рукоположил у меня есть корочки каких-то семинарий или колледжев или бог с неба вы слышали как обо мне свидетельствовал нет я родила вас во христе вы мое свидетельство но уж понятно павел и мы по писанию видим обладал всеми дарами духа действительно в полноте как и наш учитель и бог и в нем это все раскрыл он был избранным сосудом но естественно речь идет обучить то что он будет я вас взращивал как мать нежно питает свое грудное дело молоком я как отец умоляю вас и наставляю все это он тимофея вы помните как красиво писал идти туда поэтому можно сюда слова в апостолы и учитель вложить для вас и все он об этом много раз других местах но такую ровно формулировку он не принес но сами понимаете апостол только начала потом бог вначале поставлять церкви апостолов пророков учителей он горит если я для других и я никому я я тебе не навязываюсь учителя но свидетельство мои моей жизни люди люди я вам говорил для меня это радость и благодарность что люди благодаря моему слову познали истину не мою истину евангельскую истину прилепились к ней живут в ней люди стали добрее становятся творят добрые дела живут евангельской жизнью сами счастливы став свободными это первое они освобождаются от лжеучений от страхов которые внешними запугали от внутренних страхов которыми сатана стращает или собственная природа и и начинает этот свет и радость и счастье нести в мир эту закваску истину евангельскую вот и свидетельство не то что я сейчас сам себя хвалю как вот и павел сам получать себя хвалил да и были люди которые готовы были глаза ему выдрать когда он болел как я лично считаю хоть там тоже вечные споры неважно сейчас не об этом суть не важно почему но готовы были очи свои выдрать как он писал вот эти люди и здесь то же самое и в моей ситуации не я же не не вы же меня учите а я проповеду я учу да естественно своей жизни это раз как ты будешь учить сам не не живя этой жизни и бог дает эти дары и это не самохвальство это просто факт вот и все это вот тот день конечно же год назад и вот прошел год уже моей этой деятельности и конечно же вот этот это путь поругание ведь до этого я жил ну сколько там ты от всех можешь скрыться вот пустыня опять возьмем тот образ вот это возрастание вот и человека живет от малого возраста до проходя всю юность его родители защищают всегда где чем мама мама папа помните ли старший брат побежал он тебя защитит тебя государство как говорится убирается тебя голову уголовную там ответственность ты пока под крылышком ты пока у бога на руках за пазухой как горит у христа да но настает момент вот этой горы преображения вот этого аттестата зрелости вот этого никодима учителя израиля что-то начинаешь с этого дня нести поругание ты выходя в мир учить благовествовать пророчествовать обличая грехи все эти и всех тех уже учений псевдо христианство народов грехи все на тебя польется со всех сторон и естественно я кстати не знаю сомневаюсь верит в чем в это верить думаю что затем за духовными пойдут страдания телесные мне 35 жизнь у нас шаткая сегодня наше государство не против вроде бы завтра тебя посадят куда подальше плюс таких как я погонит псевдо христианство ведь секты с государством вот так вот все эти католики протестанты православные да вот поэтому не сомневаюсь что наверное хочется сомневаться и не хочется это верить но за духовными страданиями за духовными поруганиями за духовными испытаниями пойдут и телесные хочешь не хочешь я к этому готовлюсь но я как бы уже готов и как бы об этом вот именно себя как там любит восхищение до скорби еще чуть иисус сказал били меня бы убить и вас павел а павел сам и себе рассказывал сколько раз его калашматили калашматили до того раз что действительно побили камнями побивали хотели убить ну бог его оставил живых воскресил он его или его просто не добили вытащили за город и и все время это убьют в руку он грел сколько это было раз как у нас все рассказали мы скитаемся ничего у нас нету вот а сколько раз он под арестом был там у вас хватит там в оконцовке вообще вот именно он полностью был заключение вы помните кто читал книгу деяния нам не все оставлено его кончиной как там после этого кто говорит что он там еще был освобожден потому что было второе римское заключение вот это но это уже это уже все и сказки не оставлено нам начни оставлю никто это подтвердить ничего не может вот поэтому я в принципе внутренне тоже к этому готовлюсь жизнь меняется очень резко вот все завтра взбрендит этой секте православной голову католической протестантской государству ни одному иисусу известно поэтому то что придется терпеть поруганят однозначно что любому государю так называемую в голову взбредет никто не знает возможно это и лично какой тебе кто-то просто какой-нибудь какой-нибудь либо радикал либо просто грешник за веру тебя начнешь вам благовествовать он тебе нож под ребро вставит всякое может быть вот то есть к телесным страданиям я естественно по образу примеру нашего пути путеводить пути путеводителя нашего иисуса подвига положника всегда это это очевидно поэтому всегда в сердце каждый должен быть готов умереть за истину за жизнь поистине поэтому но пока вот год прошел год это конечно же вот начало когда почему я кроме то не сразу спуск с горы это опять духовное понимание да я сразу переключаясь а по плоти ты как будто только из пустыни выходишь ты выходишь в мир ты стараешься жить свято добро творить радоваться жизни быть мирным кротким смиренным тебя начнут поносить обличать истинность у тебя дар пророческий обличать вернее ложь все дар пророческий учительствовать если у тебя дар учителя благовестника вот управлять если дар управленца служить там если у тебя дар служителя диакона да раздавать там все вспомогать утешать если дар утешители вот и ты будешь за это всегда поругаем поносим и чем ты больше будешь чем тебе господь будет ставить выше ты будешь сиять тем больше естественно тебя будет ополчаться тьма это факт и я это на своей жизни испытываю и все это в моей жизни просто явно для вас оттуда это какой-то гордыня чуть-чуть да это просто жизнь моя мое свидетельство моего служения она всем очевидно вот это ж не я себя называю вот и я говорю если я для тебя не учитель я тебе не навязываю я же не сам себя поставил на кафедру меня вот сверху ваша секта поставила слушайте меня я для вас учитель я просто говорю как это делал иисус как это делали потом его истинные ученики для тебя я не учитель довольному воле найди себе учителей это более того я говорю я лишь краткий этап для меня всегда самый лучший образ это она креститель я много раз говорил и буду говорить вот вот мне нравится картина иванова который написал кто знает как это богоявление он там показывает вот это мне прям как в сердце господь нарисовал и его слова собственные анпритечи друг жениха друг жениха не вздумая влезть на ложе жениха не вздумый даже за ручку ну за ручку ладно наверное друг жених от подводит там невеста ну что ты с ним уж обниматься целоваться цела мудренно подведу ее под ручки или как там где там есть отец ведет невеста видимо где видимо на востоке был что и друг подводил невесту к жениху я так понимаю откуда все эти образы просто я просто часто мы видим где то Сейчас показывают фильм, я помню, американский, что отец ведет свою дочь к алтарю. Но, видимо, на Востоке, я так понимаю, подводил друг жениха, возможно, невесту. Отсюда этот и образ, откуда он бы взялся. Жизненный образ. Мне Господь просто все гравирует на сердце. Мне не уходят эти образы. Я не уклоняюсь от них. Они как будто всегда. Ну, хотите в голове, в голове-то это все. Сегодня голова одна, завтра другая. А здесь сердце, умное сердце, в котором живет Бог. Логосом своим, Духом своим святым. Вот и все, и ты спокойно живешь. И вот этот этап, конечно, вот я сам как ученик, я услышал уже все. Уже с небес. Раз ты Евангелию не веришь, раз меня тоже там колебали эти учения. Я так понимаю, что все это происки сатаны. И уже Господь мне явно сказал. Он сын мой возлюбленный. Его слушай. Его. Все, я... Господи, аминь. Повинуйся, отец. Как ты скажешь, так и будет. Все. Почему я говорю, я не в книжки верю. Мне много в Евангелии открыто, потому что я просто пережил это. Вот и все. И другим, естественно, то же самое проповедую. Ну и что хочу сказать по поводу второй. Почему я такой упертый? Помимо того, что это все хорошо, Господь меня утвердил, конечно, когда меня долбали все эти... Я же понимаю, Господь мне открыл, что ты будешь против всех стоять, да, против всех этих сект. Католиков, православных, протестантов, все. Всего этого синодриона, распинающего Иисуса. Это понятно, это по плоти, Господь говорит, да, не смотри на свою молодость, я буду тыкать, как там, Еремею, да, не смотри, там, я как языкилю тебе сделаю лоб стальной, в два раза железнее толще ихнего. Да, я очищу уста твои, вот им будешь говорить только мое слово, мое Евангелие, мое благовестие, мои истины, а не все эти лживые учения. Вот. Это, конечно, все хорошо, это природа внешняя. А что Господь мне вот сюда опять вложил? Опять круг замкнулся. С чего началось? С любви Божьей, в которой я узрел в Евангелии. Любовь Божью, где? В том, что Иисус, Бог, пришедший во плоти, Слово, ставшее плотью, отдало себя на распятие. И в этой любви Божьей, в том, что Он положил за нас душу свою, Он ведь пришел, это, я не верю в эти какие-то там манипуляционные, невидимые, что Бог там что-то меня очистил, омыл, как там эти протестанты понапридумали, все это внешнее, плотское, все это юридическое, что-то сделал механически, искупил меня там от гнева Отца, вот эту бредятину я не верю. Я верю, что Иисус такому, как мне, показал, что так можно жить и так нужно жить. Сделал Он это по любви ко мне, чтобы я тоже увидел. Не в сказки верил, а увидел по-настоящему, не в истории, не в притче, что надо жить хорошо или можно, а что это реально. Он ради меня это сделал, чтобы я поверил, что так можно и нужно жить, и почему, потому что Он воскрес. Проповедь Евангелия очень проста. Павел умудрялся сказать ее в двух вещах. Иисуса мы проповедуем, распятого, то есть любовь Божья, и воскресшего, вечную жизнь, все. Вся суть Евангелия. Распятый, воскресший Иисус. Любовь и жизнь, вот кто такой Бог. Смирение и кротость, третья природа. И свобода. Четыре столпа в церкви. Четыре. Так, помните, как в откровении нам сказано. Я начал с этой любви, сути бытия, который узрел в Боге, явившемся во плоти, который открыл мне свою суть, свое имя, эта любовь. И в этот день, в это откровение, в это явление Божие, в той любви пламенеющей, которую Он меня обнимал, как я вам там рассказывал, послушать это свидетельство, давил, сжимал просто, от которой я боялся как обжечься или быть раздавленным. Но это была любовь. И ей я заканчиваю. Уже много, говорю, меня долбили, манипулировали, пытались запугать, сдвинуть с пути, манипулировать этими вещами. Ты там отойдешь оттуда, оттуда, ты не христианин, или ты такой, или ты не такой, или ты сякой, или ты 25-я секта. Потому что еще... Я вначале уверовал в эту любовь без всяких сект. Я их вообще не видел. Я купил простую Библию. Я прочитал Евангелие, еще несколько лет его изучал. И Господь мне в сердце четко положил, почему я так утвердился, почему сейчас меня вообще не колышет, кем меня называют. Кто-то пишет, христианский буддист, что это, правда, значит, надо еще разобраться, ты наваляла в одну кучу несколько слов. А что это значит, что ты в это вкладываешь? Да может и так, если смотреть, что ты в это вкладываешь. И тогда мне Господь открыл, и я это, ну как открыл, он утвердил мое сердце, от чего я жил, как живет человек от начала, любой человек, просвещенный светом, которого он рождает и приводит этим светом, человека в бытие. И Бог его просвещает, кажется, человек. Просто мы противимся всю свою жизнь Богу. А что такое покаяние? Когда мы раскаиваемся, как этот блудный сын, и больше не противимся, и живем в согласии с бытием, с Богом, с природой, в которой есть любовь. И тогда я понял, я говорю, все мы искали смысл в жизни, жить скучно, все эти работы, все надоедает в жизни. И, конечно, тогда мне стало очевидно, да пусть меня кличут, кем хотят. Мне все равно, какие секты, как они называются, я хочу проповедовать любовь. Пусть даже без Иисуса, сейчас я, правда, так скажу, но переведу мысль, пусть даже. Все знают в жизни, что суть бытия – это любовь, это радость, это мир души, никогда ты весь там. Это кротость, это все знают в своей природе, что это счастье, это благо. Если ты исполнен этой природой, соответственно, твои поступки такие, если ты живешь в этом, если твои поступки, твои дела этому соответствуют, ты сам счастлив. Вот я всем говорю, что у меня за эти 7 лет пока нет, у меня тоже были депрессники вечно, все и вечно, всем недоволен, все равно, там плохо, там, я живу 8 год, мне не бывает депрессии. Мне вот там вопрос задавали тоже, тебе скучно не бывает? Нет, мне не бывает скучно, тебе не бывает депрессии. Не бывает уныния, у меня всегда все хорошо. Почему? Да потому, просто все хорошо, это плод духа. Ты даже объяснить не можешь, да потому что все хорошо, потому что ты никогда не умрешь, потому что Бог есть любовь, этот Бог – личность, с которым ты всегда сможешь общаться, это Иисус, которого видели ученики, как писали, что до них хотели это видеть, и после будут хотеть, о чем мы хотим. Я мечтаю встретить своего Творца, мечтаю, которую можно было осязать, слышать, видеть, обонять, говорить с ним. Это непостижимо. Нигде вы такого не найдете, ни в мусульманстве, ни в буддизме, ни в кришнаитстве, ни в философии, нигде. Это Бог, с которым можно ужинать, вечерять. Это невообразимо. Конечно же, я понимал, пусть меня там задолбают. Ну, я, конечно, знаю там все это буддизм, я в это никогда не вдамся, мне это неинтересно, мусульманство, я все это изучал. Я просто буду проповедовать счастье, свет, любовь, радость, чтобы люди менялись. Ну, чем я тогда буду, да, отличаться, я стану, как мне там толстовщины тычут, еще. Иисус-то я знаю не по бумажке, я, конечно, знаю, что Бога. И почему-то я про себя сейчас скажу, хотя у меня есть внутреннее откровение, и почему я так спокойно от всех больше отвалился, и кем бы мне не тыкали, что ты еретик. А я ему говорю, я еретик относительно тебе, а не относительно истины, твоего учения, либо секты твоей, либо твоей личного даже. И почему вы как, и Павел говорил, мне все равно, как вы обо мне думаете. Мне главное, как думает обо мне Бог, а Бог мне сказал, проповедуй любовь. И причем то, что я сейчас рассказываю, это не я так мыслял, Бог мне это говорил. Он говорил, ты главное, проповедуй любовь, счастье, радость, добро, чтобы люди делали. Но почему? И почему люди будут тебя слушать? Почему я сам-то в это принял? Я с Богом же беседовал тогда, да, я ему говорю, почему люди будут слушать? Ведь я тоже всю жизнь, родители с детства учат добру, не воровать, не пить, не курить, быть целомудренным. Ведь мы в принципе учим детей своих хорошему, друзей, мы можем сказать, это вот плохо, что ты это сделал? Зачем ты вот там, что ты меня испачкал там сиденье? Да ты сделал плохо. Казалось бы, мы все знаем, что в мире надо поступать хорошо, а плохо не поступать. Но делаем совершенно обратные вещи. Я рассказывал, что в принципе, по сути-то у христианина со встречи с Богом, с Иисусом, что должно поменяться? Внутренне это есть в каждом человеке. Свет, просвещающий человек, есть в каждом человеке, которого Бог сам приводит в бытие. Естественно, он его просвещает, любого человека. Но почему человек противится этому свету? И почему потом начинает жить с ним в согласии? Лично моя жизнь, лично я, после противления своего поменял на последование за Иисусом, только после прочтения, или пусть в древнем мире слышания, о жизни и учения Иисуса. И, конечно, тогда я Господу сказал, я буду только это проповедовать в твоем русле, потому что, во-первых, своей жизнью, конечно, ты должен являть, и тогда можно не вспоминать. Но дело в том, я хотел о чем рассказать-то, вы задумайтесь просто, может быть, у вас сейчас мозг взорвется. Ну хорошо, Иисус воскрес, кто это докажет? Кто? Ну мы проповедуем Иисуса распятого воскресшего, кто сможет доказать ближнему? Ты все равно человека призываешь просто поверить в это. Поверить. Ты доказать Ему не можешь. Как ты докажешь, что есть вечная жизнь, что Иисус воскрес? Да, ты Ему скажешь, ты Ему расскажешь. Ведь многие люди, вы думаете, все атеисты не читали Библию? Вы начните с каких-то там коммунистов, они все прекрасно знали, философы. Особенно философы, которые там начали целое течение создавать о том, что там это вообще сказка все. Иисус – это вымышленная личность. Были такие течения в Европе, потом в России, в Америке, по всему миру все одно и то же, ничего нового по небу не происходит. Что они не читали? Читали, они именно это пытаются опровергнуть. То есть свидетельство истины и свидетельство веры в Иисус, как Иоанн Богослов говорит в своем первом послании, в пятой главе, только в самом человеке. Поэтому доказать ты это не можешь. И мне же никто этого не доказывал. В принципе, я все равно не видел вечную жизнь. Я даже не был в каких-то клинических смертях. Единственное, у меня настолько внутреннее, я всем говорю, убеждение еще с детства было, что как? Я не могу умереть. Да, я пришел в бытие как-то, но умереть я точно не могу больше. Я это чувствую. Чувство бессмертия живет в человеке. В человеке. Потому что его образы подобят и часть его природы. Он тебе дал своего духа. Этот дух в тебе свидетельствует. Вот и все. Что ты бессмертен. Ты уже никогда не умрешь. Бог любовь, он не уничтожает, он только созидает, он только дает жизнь. Он не уничтожает ее. Все. И дав однажды, он ее никогда не забирает. Дав сознание человеку, а это и есть истинная жизнь, дух. Не животная жизнь, а дух, личностная жизнь. Он ее уже никогда не заберет. Ты всегда будешь жить. Всегда. Поэтому, конечно, как я буду проповедовать это просто вот так вот, любовь, и почему любить-то надо? Ну, почему? Вот эти две вещи, распятый и воскресший Христос, они не раздельны. Павел об этом, защищая воскресение Иисуса, никаким образом он не мог его защитить. Он просто защищает вот этими, действительно, опять вроде бы каким-то учением, но которые надо принять на веру. Он и говорит, 15 главу посвящает Первый Посланник Коринфянам, защищению воскресения, в принципе. Когда там стали в церкви, причем появляться люди, которые стали учить, что Христос не воскрес, что и мы не воскреснем, соответственно. И он говорит, если Христос не воскрес, то вера наша ничего не значит. И жизнь. Потому что он говорит, если я только в этой жизни надеюсь на Иисуса, он говорит, зачем я тогда все терплю? Это как раз такое уже предисловие к его Второму Посланию. Он говорит, тогда ешь, пей, веселись. Душа моя, это же Павел сказал, вот именно в этом месте. Я все эти контексты знаю, не просто так вам цитирую Писание. Просто я вас обращаю ко всей 15 главе, возьмите ее, перечитайте. Я все это знаю, у меня это в голове вот так написано. Ешь, пей, веселись. Говорит, зачем? Он говорит, я каждый день живу, как завтра умру. Если я не воскрес, то я завтра хочу попить, поесть, повеселиться. Зачем я живу, как приговоренный к смерти? Он говорит, я каждый день умираю. Там перевели так от первого лица, так ли там было написано. Непонятно. Ну, смысл? Он говорит, я живу, это я уже говорю, как приговоренный к смерти. Он говорит, я каждый день умираю. Если Христос не воскрес, зачем мне все это, действительно? У меня эти вещи, конечно, вот так вот, 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 лучше на одной руке показывать, два пальца. Я увидел Христа распятого и воскресшего, все. Поэтому все эти конфессии, все эти споры, все эти какие-то лживые кучи учений, все, что не связано с жизнью, какая разница, троица, единица, не будет Иисус за это спрашивать. Не будет. Мы проповедуем Иисуса распятого, Бога, любовь и воскресшего в вечную жизнь. Все. Который кроток и смирен сердцем, придя на землю, нам это явил, и даже до креста. И есть свобода, ибо после своего воскресения опять не требовал себе никакого поклонения. Казалось бы, в новой природе, уже сейчас, сядь на престол Давида, царства, и все придут, у них выбора нету. Ты властью возьмешь, авторитетом, силой. Ты же, все, Иисуса уже убить после воскресения было невозможно. Все его противники вынуждены были прийти и склонить голову. Господь – это свобода. Где дух Господень, там свобода, ибо Бог есть дух. Это дух свободы. Поэтому он опять возносится, как Адаму он дал свободу и не нарушал ее, так и опять, придя на землю, не нарушал ее, никого палкой не бил, не заставлял. Хотите – живите. Нет, сами пеняйте на себя. Получите достойное ваших дел. Где мой маленький, где ты бегаешь, сынок? Пум-пумыч. Так что вот так вот, мои родные, любимые и сердцу дорогие. Вот что я проповедую, вот кто я такой. Я проповедую Иисуса, Бога, две тысячи лет тому назад, явившегося во плоти, неродившегося, явившегося, ибо Он прежде был на небесах. Я Его образ и подобие, Бог меня создал и всех вас по своему образу и подобию. И мы не похожи на невидимого Бога. Мы похожи на Иисуса. Этого Иисуса, Бога, пришедшего во плоти, явившего свою сущность, свое имя, свою природу, которая первая – кротость и смирение. Фундамент, непадательное состояние Божьей природы, неколеблющиеся, абсолютная кротость и смирение. Бог это явил своим явлением на земле и, позволив, будучи Господом Господ и Царем Царей, и Богом сущим на земле, позволил такой с собой вытворять, говорить ему, что хочешь в лицо, тыкать ему, бить его, распинать его, плевать в него, явив этим свое смирение, явив этим свою любовь, потому что ради меня он пришел не в эти сказки, я не верю, а все эти магические, оккультные, закулисные учения, что Бог моей кровью омыл, все это ерунда, чушь собачья. Иисус об этом ничего не учил никогда, ни о каком искуплении. Он явил мне путь, как мне прожить самостоятельно, ибо у меня есть свобода. Он меня не будет, как вала, тянуть за узды и во рту, он не будет меня сзади хворостиной подталкивать. Он мне сказал, хочешь, отвернись с себя, возьми крест свой и следуй за мной, если хочешь. Кто хочет, он сказал. Он не сказал, надо, давайте скорее, идите сюда, я вас сейчас запрягу и буду тащить, как упрямых ослов. Или сяду на вас, вожжи в рот встану и вставлю и поведу. Нет. Или я говорю, палкой буду сзади подгонять. Нет. Он сказал, если хочешь, кто хочет. Путь простой. Отвернись с себя, возьми крест свой, то есть жертвенный путь, узкий и крестный, путь святости. И этот путь святости во мне, он говорит. Все. Очень просто. Вот это вот природа, природа смирения Бога, этого Иисуса, Бога, пришедшего в оплоти и кротость. Природа любви явленная во всей его жизни была. И любви не к Богу, а к человеку. Иисус не верил ни в какого Бога. Бог ни в кого не верит. Ты веруй, Богу не уподобляешься. Бог ни в кого не верит. В нем нет природы веры. Он не верит ни в кого и ни во что. Он Бог, он сущий. Иисус никогда не сказал, что он верит в Бога. Он сказал, веруйте в Бога и в меня веруйте. Сделай себя равным Богу. Кем он и является. А веровать в Богу, это верить всему, что он говорит. Всем его обетованиям. Авраам не в Бога верил, а Богу. И это вменилось ему в праведность. Но правда в праведность ему вменилось то, что он потом сделал. То, что поверил Богу. То, что ему Бог сказал. И так все праведники. Они именно делали то, что им повелевал Господь. Это жизнь вечная. Доказать это вы никому не сможете. Вы можете просто рассказать это. О вечной жизни. О воскресении Иисуса. И о всеобщем нашем воскресении. Это лишь по вере. И поэтому праведный святой человек верою в вечную жизнь и воздаяние будет жив. И будет благо бытие. Благо жить в счастье. Благо бытие человек получит, если будет свят. В святости будет подвязаться, уповая на эти обетования. Веря в них. Надеясь на них. Потому что и хочет Бог, это только свобода. Своим вознесением он явил нам эту, так скажем, природу четвертую. Основные четыре природы Бога, соответственно, человека. Ибо мы его образоподобие. Это кротость и смирение. Это равные понятия близкие. Это любовь. Это жизнь вечная. И это свобода. Ибо где Дух Господень, там свобода. Вот так вот. Где страхи, там нет никакой ни любви, ничего. Вот это я понял. Тогда меня Господь утвердил в проповеди. Опять Господь мне, во-первых, как ученику сказал дать, что только его слушать и слушать мне надо. Вот это вот. Евангелие Иисуса и его проповедовать. Все. И, кстати, мне так стало легко. Какая мне разница, как обо мне сути? Куда вы меня причисляете? К христианским буддистам? К буддистующим христианам? К еретикам от католиков. К еретику от православных. К еретику от какого-нибудь протестанта там или еще. Кого хотите меня, как хотите называйте. Мне вообще все равно. Я хочу в мир нести счастье. Счастье, любовь, радость. Все вот эту истину. Простую истину, которая освобождает человека. Особождает от греха. Потому что если он в это поверит, вечную жизнь. Он поймет, что он в этой жизни не просто так живет. А собирает будущие сокровища, которые не ржавеют, не стлевают. Невозможно своровать. Раньше ты жил, что? Вот эта вера именно в бессмертие, которую невозможно доказать. И даже рассказав об Иисусе, вы что, человек, можете заставить в это поверить? Это его будет личный, собственный, добровольный, свободный акт. Свободолюбивый или как хотите. Свободный акт, выбор его. Это его свободный выбор будет, поверить или нет. Вы ему не сможете доказать. Павел не смог доказать Каринфинам. Он просто им говорит, что если это не так, то да. Так, вот что такое? Так, у меня началось там. Давайте мы с вами прогуляемся. У меня девчата... Пошел отсюда. Кто там еще? Небось там понабежал у вас. Ты жива? Вот так вот. У меня просто три котяшки, две девочки. Одна опять гуляет. Ну, год прошел, они выросли. И у меня теперь опять полный дом. Весь двор и полный дом альфа-самцов всей деревни. Вот они их там. Прям в дом лезут, не стесняются. Ну, ладно. Не хотел просто запись. Я говорю, я ничего не монтирую. Вы видите мою живую жизнь. Ну, вот так я вот хотел рассказать. Вот. Поэтому, в принципе, мне вообще все равно, как мне будет называть. Пугает меня, что я там завтра от чего-то отвалюсь. От чего мне отваливаться? Я проповедую Иисуса, распятого и воскресшего. Не вашего динамиционного Иисуса, а того, которого я узнал. Живого Бога. Он мне не раз открывался, утверждал меня. Вот и все. Проповедовать я это буду по тем переводам, которые есть сейчас. Я через синодальный перевод узрел все это. При этом я спокойно отношусь к каким-то искажениям, неправильным переводам, смысловым переводам. Это очевидно. Тем более мы видим, разные рукописи есть. Это все видно. Но суть от этого не меняется. Вот и все. Вот кто и такой. На этом сегодня мы заканчиваем. Мой цикл из шести роликов получился такой. Хотел я, чтобы вы все обо мне знали. Ничего, в принципе, не скрываю, что так всегда жил. И до покаяния. Я вообще был очень открытым всегда человеком. Вот так вот. Поэтому говорю, кто там вечно меня кусает, вы в чем меня? Конкретное дело, все время кусают, я говорю, а ты конкретное дело мне скажи. Вот вы меня гордым называете. А конкретное дело, по которому ты определил, что внутри... Ведь гордость это свойство природы. Сердце, да? Либо смирение, либо гордость. Поступок, по которому ты увидел мою гордость. Что? Что я вам туфли не целую. Да Иисус никому туфли не целовал. Посмотрите на него, какой он всегда меня так поражал. Никому... Сами о нем свидетельствовали. Ты не смотришь ни на какое лицо. Я учусь у моего Иисуса, у Бога, пришедшего во плоти. Он не смотрел ни на какое лицо, и я не взираю на лица. Мне все равно, кто вы. Мужчина, женщина, ребенок, старец вот с такой бородой. Сколько у тебя дипломов, там семинарий. Мне вообще без разницы. Смотря, что ты несешь. Куда ты меня хочешь затащить? Что ты мне говоришь? Я на тебя смотрю через призму истины. Вот и все. Поэтому спросите меня, какое христианство... Я не знаю. Я проповедую человека, личного, личностного Бога, можно сказать, человека, Иисуса Христа. Его конкретно. Он ничьей динаминации не принадлежит, до сих пор делит его одежды под его распятие. А балахони кидают жребий. Вот так вот. А я буду вечно это проповедовать, исповедовать и проповедовать. С кем-то меня сравнивают все время. Вот это туда покатился. Ты смотри туда, не покатись. Я тебя предупредил. Да ты кого-нибудь другого предупреждай. Я живу с чистым сердцем. В чистом сердце живет Бог. Я не лукавлю ни сам с собой. Так что вот так вот. И переломила мою жизнь именно евангельская история. И, кстати, вот именно в том же самом синодальном переводе. Мне тяжело сравнить какой-нибудь другой перевод повлиять ли на человека. Но я думаю, повлиять. Тем более, ты человек на иностранных языках, он же там какие переводы читает. Пойди разберись там сейчас, кто что переводит. Сейчас этих переводных агентств полным-полно. Ну ладно, это уже не будем. Это уже вот так вот. Вот кто я такой и что я проповедую. Проповедую я Иисуса, Бога пришедшего в оплоти, кроткого и смиредного сердцем, абсолютная любовь, которая есть, которая распятая, благотворящая всем и вся, который воскрес, то есть он есть жизнь вечной, начальных жизней. И он вознесся, оставив нам свободу, добровольно, по собственному желанию, идти в небесное царство. Собственность святостью, а не протестантской, которая в праведности Иисуса на нем одетая. Сам он грешник, сам он мерзость, но на него одели белую одежду. Да нет. Так дело не пойдет. Ничего нечистое туда не войдет. Ты либо давай покайся и меняй свою жизнь, либо либо ты будешь в том и там и тем, что ты заслужил. Ну вот так вот. Какие-то еще ролики во всем плейлисте там посмотрите, кому интересно. Ну они, получается, раньше были записаны, но в плейлисте будут после стоять. Эти шесть видео о своей жизни я, естественно, поставлю в плейлисте о себе первыми, как новенькие, что просто что еще сказать. На этом пока все. Все мои контакты у вас на экране, здесь или здесь, где я там добавляю. Все есть всегда в описании к ролику и все полезные ссылки на мои ресурсы какие-то. У меня три канала на ютубе, я их разделил просто. Это Христолюб, где я читаю писание. Это Христолюб Лайв, где я в свободной форме, в такой вольной выражаю свои мысли. И канал Беси. Ну, и о моей жизни что-то. И будни мои обычные иногда что-то снимаю. И канал Беседы Христолюбцев, где мы с братьями и сестрами либо тоже о чем-то беседуем, выкладываем, либо писание читаем. Подписывайтесь, смотрите, что вам интересно. Ставьте лайк, если ролик понравился, мое свидетельство. Кому полезно, отрадно, назидательно в общем мое служение, приносит, приносил и принесет пользу, я надеюсь, еще в будущем. Ну, и поделитесь на ютубе, в социальных сетях, с кем считаете нужным этим видео. Ну, желательно делиться, конечно, с первого ролика. Что там, середина-то, да? Вот. Ну, как пожелаете. По поводу контактов, да, вот я, конечно, всем рад всегда первому знакомству, но когда мне говорят, что ты там должен со всем что-то должен, с каждым общаться, я этого делать не должен. Следующий ролик я запишу о любви к врагам, еще уже третий выпуск, и там я расскажу, что кто кому должен, как я это считаю. Вот. Это не любовь, чтобы я от вас там вечно помой, какие-то терпел, что-то там тебя выслушивал, твою лабуду целыми днями. Иисус этого не делал, я у него этому научился, у его учеников, у первых. Вот. Ничем они никому, да, не должны, кроме взаимной любви, но это в моих глазах любовью не является. Поэтому я на самом деле рад, конечно же, всем всегда, кто хочет общаться, знакомиться, а может быть, даже породниться в Иисусе через его Святой Евангелие, через подвиг жизни по этим заповедям, тогда, да, если есть желание общаться в Духе Святом, во Христе Иисусе, в любви, то есть в радости, в мире, в кротости, в смирении, в долготерпении, тогда я и рад. А так добавляю я в друзья, тоже непонятно, на это могу добавить, могу не добавить тоже. Я смотрю, конечно, ваши страницы, кто-то стучится, если там неизвестно, что на стене, там я, бывает, и не добавляю, не вижу ни фотографий, я говорю, на стене там какая-то, чуть ли не порнография, или еще что-то, ну, то, что мне не нравится. Я понимаю, если у вас это на стене, у вас это и сердце, я не добавляю, бывает, так что тоже это, это мое право. Так что вот так вот. Ну, пишите ваши комментарии, мысли, размышления под роликом, можете рассказать свою жизнь, звоните, я буду рад тоже. Все, всех нежно целую, крепко обнимаю, заповедь я вас сегодня уже миллион раз напомнил, но напомню в последний раз любить друг друга. По образу и учению оставленным нам в Евангелии. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok